У Эвсен Лорана была прекрасная вилла в Марокко. Красота! Я сейчас это делаю уже, конечно, too much. Всем доброе утро, бонжорно! Добро пожаловать вновь на мой канал. Спасибо, что вы проводите со мной это прекрасное время, утро, день или вечер. Я не знаю, где вы находитесь, в какой стране. Поэтому внизу в комментариях не забудьте мне написать, откуда вы меня смотрите. Так мне будет приятно знать, насколько широка наша с вами география. Сегодняшний мой день начался с наиприятнейшего. Я получила невероятно приятную посылку, которую я прямо-таки, не отходя от кровати, решила с вами поделиться. Секундочку. Вуала! Ну вот, все внимание на пакет, потому что даже камера не может устоять перед этой красотой. Правда, жаль, конечно, что немного помялась моя посылка. Но самое главное, самое главное, что находится в этом пакете, Personal Glow Kit от Yves Saint Laurent, как вы уже догадались, по логотипу на пакете, на упаковке. И знаете, мне было безмерно приятно получить эту посылочку, ведь это средство от Yves Saint Laurent Beauty для создания сияющего мейкапа с эффектом сияющей кожи. И называется это Toucheclette. Может быть, кто-то из вас слышал, кто уже знает эти средства, кто успел это попробовать, кто успел создать чудесные мейкапы. Напишите мне внизу обязательно в комментариях. Я рада, когда есть единомышленницы и любительницы того, что люблю я. Но на самом деле я еще это не испробовала. Помните, у меня случилась большая неприятность? Потерялся мой багаж в аэропорту Рима. И с тем багажом, естественно, исчезла вся моя любимая косметика. И все, не испробовав, доставил массу приятного, приятных ощущений, впечатлений. Я себя чувствую настоящей, вот прям золотой такой девочкой, девушкой, королевой практически. А, Woman in Gold, вот есть такая популярная картина. В общем, хватит болтать, давайте будем с вами краситься. Сегодня у меня настроение просто мажорное. И я хочу создать сияющий мажорный мейкап с сияющей роскошной кожей, которая... Это не в Суперману, даре лантану, ла феличита. Да-да, на самом деле это маленькое женское счастье. Этот кит мне был подарен в Сен-Лоран. Сегодня я уже попыталась снять один мейкап с этими средствами, поэтому будьте уверены, я все уже попробовала и очень-очень довольна. Но видео, увы, не получилось. Но видео, увы, лишено звуков. Поэтому я с удовольствием переснимаю второе видео, второй мейкап для вас. Я не буду рассказывать каким-то профессиональным языком визажиста или историка-визажиста об этом средстве. Но я точно знаю, что средство Tosh Ekle было выпущено как новая глава в 2019 году. Потому что Tosh Ekle консилер до этого уже существовал с 1992 года. И сейчас он имеет более плотное покрытие. Это раз. Второе. Он имеет очень мелкие частички золота. То есть такие мерцающие частички, которые, кстати, вот здесь в тональном средстве. Мы с вами тоже можем наблюдать. И такие же частички светоотражающие имеются в этом консилере. Что уникально. Эти светоотражающие частички отражают свет только в одном направлении. Свет от этих частичек не идет в разные стороны. Как это бывает на не очень удачном шиммере, который создает цвет облики прям везде-везде. И порой, когда свет или тень падает, ну, скажем так, не совсем правильно, получаются различные впадины, заломы. Даже несмотря на то, что наше средство имеет светоотражающие частички. Эта новинка создана в виде авторучки. То есть сзади есть такая кнопочка, которая позволяет это средство, не притрагиваясь к спонжу, не притрагиваясь кисти, просто добавить немного. Также Sunrun создал такое отличие от предыдущей версии в виде черной полоски. Также сказано, что средства Tush Eclé содержат в себе витамин Е. Это антиоксидант, витамин против старения. Я, в свою очередь, могу сразу заметить, что смывая мейкап, созданный при помощи всех этих средств, а именно Blur Primer, праймер, который помогает заблюрить недостатки, потому что он в себе также содержит те же самые уникальные светоотражающие частички. Это тональный крем, это консилер и это иллюминатор. Это Natural Beauty, это Natural Shine, кстати говоря, для сияния, которое выглядит абсолютно натурально, не выдавая сияние вот этими, знаете, сейчас очень модно шиммерные такие частички, которые прямо-таки видно на коже. Косметика становится все более совершенной и сейчас создают такие мерцающие частички, которых просто на самом деле не видно при любом разглядывании кожи. Видно, что кожа сияет, но непонятно, от чего она сияет. В общем, смыв все эти средства, содержащие тот самый витамин Е, моя кожа была просто потрясающая, мне хотелось ее трогать и трогать. Она очень-очень гладкая и как будто бы очень сильно хорошо увлажнена, я даже не стала наносить увлажняющий крем, как я это правильно делаю после умывания. И, ну, в общем, мне было приятно все это использовать. Давайте приступим. Сейчас я изменю свое лицо до неузнаваемости, придам ему очень красивый рельеф, скрою свои недостатки, морщины, носогубки и выделю то, что необходимо. И сейчас я вам все это буду подробно описывать. Первым делом, как я обещала, использую Blur Primer Radiance Boost. Праймер имеет потрясающую текстуру, то есть под пальцами кожа превращается в шелк. Признаюсь честно, сложно остановиться, хочется его наносить и наносить очень тонкий аромат, приятный. И от себя я добавлю, делайте акцент на недостатках. Там, где есть морщины, хорошо прорабатывайте их праймером, потому что праймер имеет потрясающее свойство выравнивать неровности, поры, морщины, заполнять их на время. То есть, когда мы сверху наносим тональный крем, он не забивается в морщинки или в поры, он ложится абсолютно ровным слоем. Мне очень жаль, что сейчас камерой это все очень сложно передать, потому что здесь нужна просто микроскопическая точность, объектива. Но я вижу, во-первых, суженные поры, я вижу заполненные морщины. Когда я улыбаюсь и возвращаю мышцу обратно, я не вижу привычную вот здесь вот мне морщинку, которая образуется на необработанной коже, то есть на обычной сухой коже. И также, что красиво и что сейчас создает такой легкий бронзирующий эффект, это те самые золотые частички, которые я вижу мерцают на коже. Здесь я вижу мерцание довольно-таки редкое. Или потому что они располагаются, эти частички золотые, очень редко, или просто они настолько микроскопические, что они создают очень деликатное мерцание. Но в общем эффект создается идеально ровного, отдохнувшего и слегка подзагорелого лица. Я в Сен-Ал-Раунд позаботился и прислал мне три оттенка тонального средства. Это foundation. Я их уже все три попробовала, но я хочу это сделать на ваших глазах. Я хочу вам рассказать, как правильно нужно выбирать тональный крем. Абсолютно не на руке или на запястье, как мы это привыкли делать в салонах. Мы выбираем тон тонального средства для своего лица вот так вот сбоку, допустим, на нижней челюсти. И видим, подходит нам это средство по цветотипу и по тону кожи или нет. Я могу видеть, что это очевидно не мой тон. Во-первых, он очень теплый, а мой цветотип, моя кожа очень холодная, несмотря на то, что она загорелая. То есть загорелый цвет, он бывает тоже либо желтый, либо холодный оттенок, голубой, серый. Следующее тональное средство в оттенке B30. Неплохо, чуть темнее, но также очень теплый подтон. Следующее средство в оттенке B40. И вот очевидно, что последнее тональное средство B40, мой идеальный холодный тон. А вы как считаете? Напишите мне внизу под видео. Мне очень интересно читать мнение ваше, а также мнение профессионалов. Я знаю, что меня смотрит очень много профессиональных визажистов и буду рада слышать ваше профессиональное мнение. Возможно, мне идет какой-то другой оттенок, намного больше, чем то, что вижу я. Национальный визажист России Кирилл Шабалин рекомендует наносить тональное средство Tushik Latte в Saint Laurent, избегая область вокруг глаз. Почему я это уточняю? Потому что порой я могу себе это позволить, чтобы сократить время, потраченное на мейкап, нанести тональное средство, если оно тончайшей текстуры, бальзамное, прямо-таки на кожу век и под глаза. Но это не совсем правильно, и поэтому сейчас я передаю вам пожелания профессионального визажиста. Хорошо, заходим на область роста волос, на уши. Места там, где я хочу сделать тон более плотным, я вот так вот приштамповываю. То есть, допустим, хочу скрыть какие-то неровности, возможно, высыпания, возможно, морщины. И там мы делаем приштамповывающие движения, а в основном мы растушевываем тональное средство. И с нами был красавчик Tushik Latte F Saint Laurent в оттенке B40. Я получила идеально ровное полотно. Так я идти не могу, потому что вид немного плоский. Как вы знаете, я просто обожаю светотени. При помощи них можно играть, можно создавать эффект пластики, можно создавать эффект свежести, можно создавать эффект трагик, такой вамп, эффект экстравагантности, можно создавать эффект нежности. Правильно выделив при помощи светлых, сияющих средств те места, которые необходимо выделить, и правильно скрыть или правильно затемнить, углубить при помощи темных, корректирующих, тональных, нет, не тональных, ну вообще просто средств. Сегодня масса различных гаджетов, ну не гаджетов, а способов, стиков, кремов, в общем, пудры и чего угодно, чем можно затемнить какие-то области. Консилер, гвоздь программы, консилер в двух оттенках. Первый из них 0,5, изначально я подумала, что это диаметр кисти, потому что, когда рисуешь эскизы, есть такие же стержни, и они точно так же разделяются, как 0,5 и 1. Ну, открыв и попробовав саму текстуру, я поняла, что кисти тут совершенно одинаковые, здесь просто очень разные оттенки. Также первый оттенок, он, по-моему, светлее, сейчас мы его посмотрим. Да, он светлее и он более песочный. Теплый. А второй красавчик, темнее и более холодный, он имеет розово-бежево-серый. Он имеет... и он имеет... Я так люблю бежевый цвет, что я не могу себе отказать использовать именно этот второй, бежево-серо-розовый тон. Национальный визажист России Кирилл Шабалин рекомендует все-таки использовать более светлый консилер для того, чтобы высветлить и вывести вперед, скрыть недостатки. В общем, придать объем. То есть, если бы я была еще намного темнее, то я бы использовала вот этот бежевый цвет, но мне придется использовать... Я буду любоваться на него на руке. Но все-таки я буду использовать вот этот светлый. Итак, мы наносим... Итак, консилер мы наносим под глаза. Я не буду много, потому что потом я планирую использовать Natural Shine. При помощи него я тоже собираюсь корректировать недостатки. Итак, консилер также можно наносить под тени в качестве... В качестве праймера. Консилер изначально мы растушевываем вот такими похлопывающими движениями. И затем уже дорастушевываем при помощи вот таких вылетающих движений. Выравниваем. На носогубные складки, чтобы их выделить вперед, создать эффект, будто их вовсе нет. Потому что складки это углубление, складки это глубина, складки это там, где темно. Если эти места мы делаем более светлыми, соответственно, они выходят на первый план. Они надуваются в кавычках визуально. Да и физически несколько, потому что эти средства на самом деле ощутимы под пальцами. Насколько они увлажняющие, питающие. Здесь содержится витамин Е, антиоксидант, как я сказала выше. Здесь содержится кофеин, который стимулирует кровообращение. И это реально можно чувствовать после того, как ты умылся. Умылась. И здесь также есть цветы марокканской календулы. Из садов и в Сен-Лоран улики. Да, я помню, у Сен-Лорана была прекрасная вилла в Марокко. Ммм, красота. Таким образом, при помощи консилера Тушеклад, можно скрыть совершенно все недостатки. Далее я не буду использовать консилер на все эти зоны, которые я хочу выделить, высветлить. Ведь здесь, в этой коробочке, имеется еще одно потрясающее средство. И я, наверное, воспользуюсь все-таки им. Natural Shine, так он называется. То есть, это уже натуральное сияние. Уже сразу могу сказать, что эти средства не содержат видимого шиммера, который, знаете, вот так предательски на коже сияет. И можно подумать, что мы просто... Кстати, да, тут тоже авторучка. Можно порой подумать, что мы просто усыпаны блестками. Да, то есть... Сейчас важно сияние на коже изнутри. Даже если нам не удается достичь идеально здоровой кожи, да, ну, не всегда получается высыпаться, кушать правильно, пить много чистой воды, то к нам на помощь приходят средства косметические, макияжные. И здесь мы также видим два оттенка. Один в оттенке загар и более теплый. Второй в светлом оттенке. И мне кажется, что он все-таки немного холоднее по тону, по подтону. Итак, оттенок 3,5. Это нижний тон. Он бежевый. Он совершенно такой же, как моя кожа. Я его растушевала и увидела лучше. И оттенок 2. Это очень-очень светлый цвет. И он, я скажу, что все-таки более розовый. Мне показалось, что он теплый, но он с розовинкой. Я, чтобы создать сияние, чтобы выделить, опять же, участки, чтобы придать им объем, буду использовать самый светлый тон 2. Как правило, мы любим подчеркнуть кончик носа, чтобы он казался короче и немножко вздернутым. Плюс ко всему тоньше. Многие делают такую большую линию вдоль носа, но мне это не очень нравится. Я люблю подчеркнуть лишь саму кнопку. Ну, такое сияние получается. Также я нанесу тушеклад натурал шайн над губой. Тушеклад можно нанести над кончиком бровей. Вот так, чтобы визуально поднять веки и брови. Тушеклад натурал шайн мы наносим на середину лба, чтобы придать объем лицу, да и также скрыть можно при помощи него морщины, если есть, между бровей и также на лбу. Просто обожаю, когда средство не видно на коже. Далее мой излюбленный прием – это нанесение мерцающих, светоотражающих средств над скулой и на виски. Похлопали, растушевали. И, кстати, да, при помощи тушеклад натурал шайн можно создавать все те же самые манипуляции, которые мы создали при помощи консилера более плотного. Отличие лишь в том, что покрытие будет более прозрачным и натуральным. Я сейчас это делаю уже, конечно, too much. Очень много, потому что здесь имеется у меня консилер. Ну, я хочу показать вам просто зоны, которые можно также выделять, как и консилерам. Нанесем еще немного на подбородок. И так же можно нанести линии над ключицей, чтобы придать светоблике этой красивой зоне. Подчеркнуть ее еще больше. Подчеркнуть ее еще больше. Подчеркнуть ее еще больше. И образ завершен. Как вам такой мейкап? Сейчас, кстати, я вам хочу показать более экстравагантную, более вечернюю версию. Я дополнила мейкап «Сияющая кожа» с золотыми тенями на подвижном веке. Я слегка подчеркнула брови, один слой туши и любимая помада с контуром. Я не использовала румяна сегодня, и поэтому я решила, что для этого мейкапа мне не хватает еще большего сияния на скулах, поэтому я его добавлю при помощи иллюминатора Yves Saint Laurent Beauty. Вот такие новинки, дорогие мои девушки, для вас сегодня представила я и Yves Saint Laurent Beauty. Дорогие мои девушки, спасибо, что провели это прекрасное время со мной в эксперименте. Это средство, которое придает сияние лицу, также корректирует наши недостатки, убирает тени, делает больше объема и больше бликов, без наличия какого-то крупного, бульгарного, не побоюсь этого слова, шиммера, потому что сегодня вообще не актуально использовать шиммерные средства с таким вот откровенным шиммером на коже. Спасибо Yves Saint Laurent за такой прекрасный подарок. Будем еще больше экспериментировать с макияжами, не забудьте подписаться на мой канал, также нажимайте на колокол, который звонит во все колокола и оповещает вас о новинках на моем канале. Спасибо, что сегодня были со мной, увидимся очень скоро. Будьте красивыми и счастливыми. Пока!